Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса, FIFA 22, это карьера за игрока. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми сериями. Мы ребята в прошлый раз смогли пробиться в полуфинал Лиги Европы и единственный гол Джеймса Дэвиса в двух матчах принес нашей команде проход в полуфинал. Это здорово, для молодого игрока это хорошее достижение и это помощь команде. Но мы ребята пока идем на четвертом месте, 4 очка до Марселя и кстати говоря сегодня возможно с ним мы и как раз встретимся, кто знает. Потому что я думаю сегодня мы что-то просимулируем, там будут матчи с командами из нижней части. Также ребята Джеймс Дэвис по статистике забитых голов вышел уже на четвертое место. 16 голов в 12 матчах, также здесь есть Мбаппе, у него по-прежнему первое место, 24 гола в 31 встрече. Фолланд 18 голов, также за 31 матч. В общем мы постараемся выйти хотя бы на второе место, хотя матчей в чемпионате еще достаточно. И мы можем побороться ну хотя бы в этом сезоне за бомбардирское лидерство. Я очень надеюсь что Мбаппе забивать много не будет. Ну и нам ребята нужно постараться. Понятное дело что когда я симулирую не всегда все складывается так как бы хотелось. Но ребят вы меня тоже поймите, нужно создавать контент который будет интересен зрителю. И нужно ребята постоянно, постоянно что-то придумывать и играть каждую игру со всеми соперниками не всегда бывает интересно. Поэтому я стараюсь вам показывать все самое сочное. Сегодня мы кстати говоря сыграем один матч уже как раз таки в полуфинале Лиги Европы. Так что усаживайтесь поудобней, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк. Подписывайтесь на канал если новенький, прожимайте колокольчик. Ну и давайте начинать. Это первая игра, первая игра сегодняшней серии против Бордо. И ребята поехали. В комментариях мне подсказали что нужно немножко прокачать защиту. Тогда рейтинг нашего футболиста поднимется. И плюс если я поставлю его на форварда то рейтинг тоже может стать больше. Но я пока никуда не тороплюсь. Меня устраивает рейтинг который есть. Я надеюсь что мы сможем в итоге развиться хотя бы до 85. И это меня вполне устроит. Кто-то говорит что видели в других карьерах уже игроков 18 лет с рейтингом 88. Но честно ребят я не хочу чтобы все вот так молниеносно набралось. Меня устроит и рейтинг выше 85 и к 20 годам. И я думаю это будет вполне себе нормально. Так что не будем слишком сильно забегать вперед. У нас идет карьера так как она идет. Меня она устраивает. Вас она тоже радует. Так что будем потихоньку продолжать. А там ребята посмотрим. Артем Дзюба. Хороший пас на партнера. Подрабатываем под левую. И неплохо. Вот и первый момент. Немножко нам показали болельщиков. Которые были недовольны тем что мяч не заскочил в ворота. Но не всегда ребята получается забивать. Передача на Дзюбу. И его перекрыл соперник. Ну и смотрите-ка. Пока много борьбы в центре поля. И нам показывают что ПСЖ пока лидирует. Частенько в комментариях также спрашивают про переход в другие клубы. Ну ребят пока я никуда не собираюсь. Мы и в Лионе еще толком ничего не добились. У нас меньше чем пол сезона прошло. А вы уже хотите новую команду. Я думаю нужно все-таки поиграть. Нужно адаптироваться. Ну и вот здесь я просил паса. Партнер решил все-таки в борьбу на Дзюбу отдавать. Вспомните карьеры в прошлых частях ФИФы. Когда вот у нас была карьера по-моему в 18 или в 19 ФИФе. Мы там точно по сезону проводили в каждой команде. И старались завоевывать какие-то трофеи. Артем Дзюба. Снова попытка удара. Как-то начинают немножко игнорировать нас партнеры. Джеймс Дэвис. Сейчас нужно на фланге помочь. Но будем пока перекрывать соперника. 30-я минута. Опасный выстрел по воротам. Галкипер тащит. Сейчас тратим очень много сил на этот рывок. Дэвис. Прокидывал мяч в центр. И что, пенальти? Серьезно? Что было? Удар Артема. А, офсайд. Я подумал 11-метровый. Думаю, ничего себе. И сейчас снова соперник идет в атаку. 39-я минута. Подача. Здесь должен Ротарь. Играть спокойно. Оказывается. Ребята. Почему галкиперы стали так очень странно играть при дальних ударах? И при ближних тоже. Было серверное обновление FIFA. Которое не требовало обновления клиента. И как раз там были какие-то очередные фиксы вратарей. В общем, поэтому они теперь, как говорят, им стало легче забить. Ну, это действительно так. Но иногда это доходит просто до смешного. Джеймс Дэвис. Ну, давай, Дзюбиньо. Пора бежать. Пас на Дзюбу. Ответная передача будет. Ответный пас есть. Джеймс Дэвис бьет и не забивает. Концовка первого тайма. Шикарный момент. Но галкипер потащил. Ну, а теперь надо на Дзюбу навешивать. И пытаться забить. Подача есть. Дзюба. И мяч не залетел в ворота. Вот это был, ребята, момент. Очень жаркий. Угловой в концовке. Могли забить. Но на перерыв команды уходят с равенством в счете 0-0. Если, друзья, мы хотим бороться за третье место, то нам обязательно нужно сейчас забивать. И Марселло, который завершает карьеру, сейчас выходит вместо Эмерсона. Джеймс Дэвис. Корпусом прокидывает мяч себе на ход. Дэвис. Пас на Дзюбу. Удар по воротам. И Дзюба с левой не попадает. А не попадает он, потому что галкипер очень здорово сыграл. Ну что, давайте еще одну подачку. Там снова попытка удара. И... Видимо, штрафной. Или нет. Удар от ворот. Просто какой-то странный был свисток арбитра. Пятидесятая минута, ребята. Время потихоньку уходит. Пас на партнера. Ну же! И снова, снова тащит вратарь. Джеймс Дэвис. Прокидывает мяч себе под левую. Дэвис. Смещается. Можно бить удар Дэвиса и мяч в воротах. Ну вот, ребята. Точный выстрел Джеймса Дэвиса приносит нашей команде забитый гол. Растащили наши партнеры. Защитников. И Джеймс Дэвис укладывает практически в девятку с левой. Шикарный выстрел. Очередной мяч. И галкипер просто никак не мог дотянуться. Это семнадцатый гол Джеймса Дэвиса. Двадцать минут до конца. И еще одна замена. Лукас Пакета появляется на поле. С ним у нас иногда хорошее взаимоотношение на поле. Бордо в атаке. Подача. Наш галкипер забирает мяч. Нас ждет угловой уже буквально за пятнадцать-двадцать секунд до конца. Пошла подача. Выноси. И арбитр, пора бы свистнуть. Все. Ребята, это победа. И снова гол Джеймса Дэвиса. Единственный. Приносит нашей команде три очка. Потихоньку, помаленьку мы приближаемся к Мбаппе. Сейчас против Бреста игра. И этот матч, ребята, мы просимулируем. Давайте посмотрим, как завершится игра. Есть небольшая усталость у нашего состава. В итоге 4-1. Дэвис забивает. Чтобы не выпадать из-за симуляции стартового состава, мы сделали немножко тренировок. И сейчас против Мампелье еще одна симуляция. Домашняя игра. И смотрим, как сыграет наша команда. Забьет ли Дэвис. Это, ребята, ничья 2-2. И Дэвис, к сожалению, не отличился. Ну а вот, ребята, и первый матч полуфинала Лиги Европы. Мы встречаемся с Вольсбургом. Это будет весьма-весьма интересная встреча. И первый матч мы играем дома. Составы полны сил. Давайте сейчас посмотрим, есть ли у Вольсбурга какая-то более темная форма. И, возможно, да, у них есть дополнительный комплект. Хотя нет, вот у них гостевая. Я не знаю, почему третий комплект формы решили поставить. В общем, ребята, нужно стараться сейчас побеждать. И поехали. Хоть мы и вылетели из Кубков Франции. Хоть мы, ребята, идем сейчас даже не в тройке в чемпионате. Но мы в полуфинале Лиги Европы. Если мы сможем выиграть этот турнир, то на следующий сезон мы попадем, ребята, в Лигу Чемпионов. Это тоже очень и очень здорово. Давайте выберем оценку и будем начинать. Дзюба. Передача пяткой. Ну, хоть где-то она сработала. А вот здесь Джеймс Дэвис. Пытался на дриблинге обыграть защитника. Не получилось. И мяч чуть не отскочил снова на ногу Дэвису. Ну, пока, знаете, небольшое такое нервозное состояние. Как у меня, так я думаю, и у наших партнеров. Это все-таки, ребята, полуфинал. И здесь любая ошибка может стоить очень дорого. Дзюба. Надо бить. Удар Дзюбы потащил голкипер. Но очень-очень плотно действует Вольсбург у своих ворот. И пока, ребята, 18 минут очень напряженного футбола. Здесь выходит голкипер. Спокойно забирает мяч. Чуть полежал. Еще подождал. И моментов. Моментов пока очень мало. Это единственный удар Дзюбы за 20 минут. Вольсбург пока особо в атаку не идет. Но не стоит их недооценивать. Любая атака может рано или поздно закончиться голом. Так что нужно, ребята, действовать аккуратнее. Мбабу подача, скидка, удар. И вот здесь, ребята, было опасно. Наш голкипер переводит мяч на угловой. У них очень много таких высокоростных футболистов. Поэтому нам надо действовать аккуратней. Эх, а вот здесь партнер скинул не в ту сторону, куда мы открылись. И снова Вольсбург идет в атаку. Передача опасна. Ну вот я не знаю, кто в комментариях продолжает говорить, что все легко, все очень просто. Ну, посмотрите, как идет игра. Минимум моментов, много борьбы в центре поля. Какие-то микронарушения. У нас 32-я минута. И пока, ребята, по нуля. Опасно. Удар по воротам. Снова потащил вратарь. Ну вот если так посмотреть, то Вольсбург тут же настрелял чуть больше даже по нашим воротам, чем мы по их. Еще одна подача. Просто сыграйте на вынос. Здорово. Джеймс Дэвис. Ну вот сейчас нужно бежать. Это выход Дэвиса, ребята. И три защитника против него. Джеймс Дэвис заскакивает в штрафную. Прострел забить. И мяч забирает голкипер. Но мне кажется, если бы мы забили, арбитр бы зафиксировал офсайт. Потому как мы из-за спины защитника выбегали. Ну а здесь Зюба отдавал передачу уже в борьбу. И, ребята, первый тайм завершен. Ну а во втором матче полуфинала Лестер Сити с Бетисом пока играют в ничью 1-1. Бетис играет на выезде. И, как мы видим, довольно сложные матчи в полуфинале. И пока не ясно, кто же сможет выйти в итоге в финал этого турнира. Вольсбург со второго тайма пытается сразу пойти в атаку. Здорово. И снова Дэвис. И можно сейчас на рывке уходить от соперника. Дэвис. Ну давай, Зюбиньо. А пошла подача на дальнюю. И там подставляет голову защитник. Хотя нет, арбитр показывает удар от ворот. Джеймс Дэвис. Отыгрался с Зюбой. Зюба забрасывает на Дэвиса. Дэвис, удар в дальний. Мяч не сильно катился. Но если бы он залетел в угол, это могло бы быть, ребята, очень опасно. Ну а сейчас Дэвису нужно вступать в борьбу. Здорово. И арбитр считает, что было нарушение. Ну серьезно, что там? Что там было? Мы даже не трогали соперника. Подача, удар. Ой-ой-ой, а вот это, ребята, неприятно. Подача в штрафную. Удар, но не сильно. Хорошо. Опасная атака в Ольсбург. Как сейчас пропустил соперник. Удар по воротам есть. Заблокировали. И что, пенальти? Серьезно? Да вы издеваетесь. Вы просто издеваетесь в таком матче пенальти. Галкипер тащи. Разбег, удар. 1-0. Да, ребята. Вот так вот иногда дальние удары, даже когда они попадают в защиту, могут сыграть в плюс. Мяч попадает в руку. В итоге Ольсбург выходит вперед с 11-метрового. И мы, ребята, уже уступаем. Удар по воротам. 2-0. Вот так вот, ребята. В самом концовке, уже на добавленных минутах, мы пропускаем второй мяч. И это капитан Ольсбурга. Здесь пытался наш галкипер во фланг сыграть. Не нам причем, что я не просил эту передачу. И в итоге мы привозим момент сами себе. И это 2-0. 2-0 перед ответной встречей. Это, конечно, очень много. И вряд ли мы сейчас успеем за оставшиеся секунды забить хотя бы один. Звучит финальный свисток. Мы уступаем в первом матче полуфинала. И, ребята, мы возвращаемся в чемпионат. Ну и по статистике этого матча мы должны признать, что Ольсбург все-таки оказался сильнее. Лестер с Бетисом сыграли 2-2. Мы потренировались. Мы прокачали свой 20-й уровень. Нам дали 6 очков. И, ребята, давайте сейчас посмотрим. Посмотрим, что мы можем прокачать. Итак, чтобы открыть второе дыхание, оно открывается на 23-м уровне. Пока его нет, нам нужно что-то с вами выбрать. Итак, улучшение защитных способностей. Улучшает связанные передачи всех партнеров. Поддержка в атаке. Серия голевых пасов. Активная обработка мяча. Сильный игрок. Неплохо. Техничная обводка. Что у нас здесь на кураже? Хороший бомбардир. Улучшает характеристики удара в последние 15 минут матча. Ну, слушайте, давайте возьмем вот это пока. Что здесь? Адресат при стандартах. Филигранная передача. Филигранный навес. Ну, давайте. Ладно. Пока у нас нету вот этого таланта. Таланта выносливее всех. Мы поставим пока этот. Ну, и здесь. Нужно, ребята, что-то еще подкачать. Что мы можем подкачать? Ну, давайте попробуем защиту. Чтение в защите. Я не знаю просто, стоит ли вообще это качать. Отборы. Ну, давайте отборы немножко качнем. Так. Дриблинг. Пассы, удары, темп. Надо посмотреть просто, что у нас здесь есть. Точно штрафных ударов, темп. Темп уже вкачан на максимум. Здесь у нас, в принципе, архетип открыт. Нет еще, да? Сила удара, дальние удары, завершение. Пять очков навыка. Давайте возьмем вот это. Ну, рейтинг стал 78. На один пункт хотя бы мы приподнялись. И теперь отправляемся на игру против Марселя. Наш состав подуставший. Но, ребята, это не отменяет того факта, что нужно выигрывать. Поехали. Ну, вот я замечаю, бывает так частенько, что Джеймс Дэвис в каких-то важных матчах растворяется на поле. И вот матч с Вольсбургом тому показатель. Да, у нас были какие-то моменты. Но, так скажем, может быть из-за того, что и соперник играет более плотно, опекает нас, опекает партнеров. В атаке получается гораздо меньше. И поэтому мы, ребята, проиграли. Ну и, будем честны, все-таки пенальти, который заработал Вольсбург, это, так скажем, не очень что-то обязательное. Плюс, ребята, последний гол. Но это опять какие-то чудеса голкипера, который вместо того, чтобы вынести мяч навесом, он начинает простреливать куда-то во фланг. И причем, что простреливал он не нам. Будем смотреть, что получится в ответной встрече. В принципе, два мяча отыграть можно, если мы их отыграем там в дополнительное время. И шансы еще не потеряны. Но нужно, ребята, конечно, и сейчас постараться выиграть у Марселя. Хоть и сил немного, но надо, ребята, биться до конца. Легко нам сейчас точно не будет, потому что сил у команды не очень много. И нужно их сейчас распределить на все 90 минут. Я замечаю, что частенько партнеры как-то перестали нам отдавать передачи. Артем Дзюба вот сейчас сыграл на фланг. Неплохо. Ждем партнера. Можно ответную передачу. Дзюба. И снова вот эта пяточка Дзюбы. Можно сказать, его фирменная, но чаще всего она попадает не туда, куда надо. Передача в центр опасная и 1-0. Вот так вот Марсель выходит вперед. Но этот гол не будет засчитан. Видимо, кого-то чиркнуло, ребята. Вот это везение. Да, да, все-таки попал мяч. В игрока Марселя, который находился в офсайде. И этот гол не засчитали. Это Гендузи. Разыгрывает на коротке удар по воротам. И давит, давит. Сейчас Марсель на ленточке мяч сохранили. И в итоге все-таки удар от ворот фиксирует арбитр. Передача на левый фланг. Джеймс Дэвис помогает. Артем Дзюба рядом. Катина Дэвиса. Дэвис. Удар по воротам и гол. Ну вот, наконец-таки, Джеймс Дэвис и Артем Дзюба. Забивают этот мяч на двоих. И, ребята, в середине первого тайма мы выходим вперед. Но вот был такой же момент, когда мы играли против Вольсбурга. И там Дэвис просто не попал. А здесь расчехлил с правой в дальний. Это, ребята, 1-0. Но это лишь начало. 19-й гол Джеймса Дэвиса. И мы продолжаем. Мы продолжаем, ребята, биться за тройку лидерства в чемпионате Франции. Мы будем биться до конца в полуфинале Лиги Европы. Главное, чтобы хватило сил. Ну а сейчас Марсель снова пошел в атаку. 30-я минута. Передача налево. Офсайда нет. Можно закидывать в центр. Дэвис. В лед забивай второй. Вот это, ребята, красотища. Джеймс Дэвис. Дубль. Вот так вот, ребята. И здесь просто от души вложились и поймали мяч. Ну и партнер хорош. Прострел. И он здесь не успел опуститься. Галкипер немножко потрогал футбольный снаряд. Но он был послан очень сильно. Плюс он еще крутился от гол. Нет, нет. Не дотянулся вратарь. С этого повтора видно. А вот с прошлого мне показалось, что он кончиками пальцев все-таки дотягивался. И это 2-0. Это юбилейный 20-й гол Джеймса Дэвиса. Я думаю, ребята, это уже заслуживает вашего лайка. 20 голов в 16 матчах. Мы перекрываем своего игрока. Партнеры должны встречать. Отлично. Давайте сыграем центр. Дзюба. И снова грубо играет против Дэвиса. Не выдерживают нервишки. Дальний выстрел потащил вратарь. Но галкипер тоже должен исправляться. За такие оплошности, как в матче с Вольфсбургом. А здесь Джеймс Дэвис. Выиграл борьбу. И потащил мяч сам. Ребята, из последних сил просто бежим. Просто бежим из последних сил. Навешиваем на дальнюю. Надо забивать. И это третий гол. Это третий гол, ребята. И голевой пас Джеймса Дэвиса. Из-за спины защитника выскакивал. Наш партнер Ирыбкой посылает мяч в ворота. По моментам, да, кстати говоря, Марсель впереди. Но по забитым голам впереди наша команда. 3-0 после первого тайма. И мы продолжаем. Но вот в чемпионате Франции команды играют не так плотно в обороне, как это делают команды в Лиге Европы. И тот же Вольфсбург показал нам свой немецкий футбол. Показал то, как они могут перекрывать наше нападение. Не позволяя что-то создать. Но есть еще ответная встреча. И нужно будет постараться там, ребята, забить. Если забьем в начале матча быстрый гол, то, возможно, все еще может измениться. Еще один выстрел. И Марсель один гол отыгрывает. 54-я минута. Этот гол уже не будет отменен. Здесь не было никакого офсайда. И ребята 3-1. Да и времени еще достаточно. Марсель не боится бить из-за пределов штрафной. И здесь хороший выстрел в девятку. Пас направо. Дзюба. Пытался забросить черпачком, но... Не получилось. И тут же, тут же, ребята, Марсель пытается в быструю контратаку уйти. Надо встречать соперника. Но и вдвоем. Вдвоем не смогли отнять мяч. Подача есть. Отбились. Джеймс Дэвис. Корпусом прикрыл мяч и на партнера сыграем. Удар по воротам. Ребята, вот это был момент. И снова из-за пределов штрафной. Снова опасно. Дзюба покидает поле. Джеймс Дэвис догонит. Дэвис. Надо забить. Удар Дэвиса. Четвертый. Четвертый мяч в воротах, ребята. Джеймс Дэвис оформляет хэт-трик. Но вот против такого соперника хэт-трик это очень-очень престижно. И здесь нам хватило сил убежать. Активировался перк на дальние выстрелы. И здесь хватило точности и силы. Чтобы вскрыть в четвертый раз ворота Марселя. Это 4-1. Пять минут до конца. И очередной хэт-трик Джеймса Дэвиса. 21 мяч. Все, ребята. Звучит финальный свисток. Это победа. Это хэт-трик Джеймса Дэвиса, который помогает нашей команде набрать три очка. И мы с вами увидимся уже в следующий раз. Там нас ждет ответная игра в Лиге Европы в полуфинале. Поддержите как можно лучше Джеймса Дэвиса своими лайками. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok